Пеп, сегодня мы увидели очень близкий и очень сложный матч. Хотелось бы узнать, почему вы выбрали именно такой состав. Почему в старте вышли Рахим и Фернандини, которых вы в итоге заменили? Насколько вы довольны тем, как отыграл стартовый состав? Я выбирал лучший состав на этот матч. Точно так же, как в прошлом году на матч против Олимпик Леон. Точно так же, как на матче против ПСЖ и Дортмунда. Я выбирал лучший состав, который способен победить в матче. Я считаю, что Гюндаган отыграл хороший матч. В первом тайме нам не хватило совсем немного. Во втором у нас получилось прибавить. И, как вы и сказали, это был очень близкий матч. У нас было достаточно моментов. Конечно, не все были хорошими. Пройти оборону Челси довольно непросто. Но в то же время и Челси создали не так много моментов. Они смогли забить в первом тайме. Затем был второй момент у Пулешича. Мы испытывали сложности с их длинными забросами и забеганиями. В таких матчах вам нужно использовать все свои качества. Использовать все возможное вдохновение. Все для того, чтобы взять ворота соперников. К сожалению, у нас не получилось. Но мне хотелось бы добавить, что для нас это был исключительный сезон. Для нас было мечтой дойти до финала. К сожалению, мы не смогли в нем победить. Для многих в этом клубе это была первая попытка. Мы не смогли. Но мы будем работать, чтобы вернуться. Очевидно, что в этом сезоне вы установили очень высокие стандарты. И в следующем сезоне вы хотите стать еще лучше. Скажите, как вы планируете это сделать? И какое влияние могут оказать ваши действия на трансферном рынке? Я не настолько умен, чтобы уже сейчас думать о следующем сезоне. Из 62 возможных матчей мы отыграли 61. Так что это было очень сложно для нас. К тому же, все это происходило в мире в условиях пандемии. Если анализировать сегодняшний матч, то, конечно, мы расстроены. Поздравляю Челси с победой. На этом матче мы должны научиться и использовать полученный опыт в будущем. Но сейчас хочу отметить исключительность своих футболистов. Я горжусь каждым из них. На поле они сделали все возможное. Да, мы не смогли победить, но в будущем мы вернемся и будем еще сильнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!